Всем привет! В этот раз канал поддержали Евгений Конопаткин, Артем Цой, Миксар, Хедвик, Посади Дерево, Гарифуллин Булат, Город Эйлат Израиль, Алексей, Алекс Пресли, Фимбо Музыкальный Инструмент, Макс Бу и Оливия. Спасибо всем огромное за поддержку канала. А сейчас перейдем к книге. Книга 67. Медитация и осознанность. Автор Энди Паддикомп. Глава 1. Введение. Для кого-то медитация это способ ежедневно наводить порядок в мыслях и чувствах. С помощью этого ты можешь отбросить свой страх, стресс или тревожность. Для других это основа для более осмысленного подхода к жизни. Так ты можешь проживать некоторые моменты здесь и сейчас, когда ты чем-то полностью поглощен. Например, спускаешься с горы на лыжах или играешь с детьми. Но в остальных случаях твой разум может витать где-то, а медитация поможет всегда находиться в настоящем моменте. Если сейчас непонятно, далее ты поймешь о чем я. А для третьих, медитация участвует в планировании личностного роста и является средством достижения эмоциональной устойчивости. В этом случае ты станешь менее раздражительным и более проницательным. То есть каждый может применять ее для каких-то своих целей в жизни. Но ты должен понимать, что это процесс небыстрый. Сходив один раз в качалку, ты тоже ничего не добьешься. Тебе нужно заниматься каждый день. Начать можешь с 10 минут. И если это будет у тебя получаться легко, ты можешь постепенно увеличивать время. Лучше часто и понемногу, чем бессмысленно сидеть по часу. В наше время люди практически перестали оставаться с самими собой наедине. Нас постоянно что-то отвлекает. То телевизор, то телефон, то ваша семья. Поэтому идея ничего не делания может показаться кому-то скучным. Прямо сейчас поставь видео на паузу, сядь поудобнее и закрой глаза на одну-две минуты. Тебя сразу же начнут обуревать хаотичные мысли. Пусть они приходят и уходят, когда вздумается. Просто почувствуй, каково это сидеть спокойно, не делая ничего. Хотя бы пару минут. Наверняка бездействие покажется тебе расслабляющим. Но даже в этом случае ты будешь пытаться сфокусироваться на какой-то мысли, чтобы даже сейчас быть занятым. То есть постоянно быть чем-то занятым уже крепко вошло в твою привычку. Ты привык избавляться от своих навязчивых мыслей, переключаясь на что-то другое. Например, придя с работы, ты можешь посмотреть развлекательные программы или поиграть. И это может помочь. Но если программа или игра не слишком интересные, то мысли вновь будут всплывать в твоей голове. А когда ты ложишься спать, то они могут захватить тебя полностью. Это лишает тебя возможности расслабиться или сосредоточиться на чем-то. Потому что разум будет постоянно перескакивать от одной мысли к другой. Чтобы проверить себя, также поставь видео на паузу и сфокусируйся на каком-либо предмете или точке на стене. Если тебя будут отвлекать мысли или другие физические ощущения, настойчиво возвращай внимание к выбранному объекту. И продолжай так несколько минут. Ну как, сколько времени тебе удалось продержаться, прежде чем ты отвлекся? Наверняка не больше минуты. Или ты мог смотреть в одну точку, но думать в это время совершенно о другом. И это должно заставить тебя задуматься, что ты не способен сконцентрироваться даже на такой короткий промежуток времени. От постоянного вращения мыслей в голове частота заболеваний, связанных со стрессом, резко увеличивается. То есть чем важнее работа, тем больше мыслей, тем сильнее стресс. Тренировка разума состоит из трех ключевых аспектов. Во-первых, понимание подходов и методов. Во-вторых, практики медитирования. И в-третьих, внедрение усвоенных знаний в повседневную жизнь. И исключив один из пунктов, ты не получишь нужного результата, поэтому действуй последовательно. Прежде чем перейти ко второй главе, небольшая рекламка. Мне прямо из Швеции компания Судио прислала беспроводные наушники, чтобы я немного о них рассказал. В комплекте, помимо самих наушников, идет бокс и кабель для их зарядки, куча сменных амбушюр и отдельно, в качестве подарка, кардхолдер. Наушники защищены от пыли и воды, так что в них можно бегать в пасмурную погоду. Я замерил, на полной громкости с шумоподавлением, беспрерывно они работают 3 часа 20 минут, а без шумоподавления где-то на полтора часа больше, то есть около 5 часов. Я не особо разбираюсь в звучании, так как музыку особо не слушаю, но качество звука по сравнению с моими старыми наушниками просто на высоте. Единственный минус – это цена. Сейчас стоимость данных наушников составляет 11000 рублей, а со скидкой в 15% – 9300, что тоже немало. Но если ты все же надумаешь купить себе такие же или другого фасона, я оставлю ссылку на магазин под видео, там же ты найдешь промокод на скидку. А сейчас продолжим. Глава 2. Понимание подходов. Техника 1. Путь. Для начала представь, что ты сидишь на обочине очень оживленной трассы с повязкой на глазах. Ты слышишь, как мимо проносятся машины, но ты не видишь их. Представил? Именно так ты и начинаешь медитировать. У тебя в голове будет постоянный шум от беспорядочных мыслей. Теперь представь, что ты снял повязку и можешь отчетливо увидеть дорогу, то есть собственное сознание. Теперь ты можешь видеть все разнообразие машин, их цветов, форм и размеров. Но сперва они будут двигаться в хаотичном порядке, и ты испытаешь желание выбежать на трассу и попытаться контролировать поток движения. Так и с мыслями. Кто-то пытается насильно остановить их. Кто-то начинает думать о чем-нибудь другом, чтобы не обращать внимания на этот хаос. Или напротив, если мысль интересная, человек старается погрузиться в нее как можно глубже. То есть это означает, что если ты будешь пытаться контролировать каждую появившуюся в сознании мысль, ты так и будешь находиться постоянно в напряжении, ожидая какую-то мысль, чтобы поймать ее и отбросить. Но если ты отстранишься от них, как бы наблюдая со стороны их движения, то почувствуешь себя просто наблюдателем, который смотрит, как мысли, подобно машинам, пролетают мимо. Но иногда ты можешь забыться, например, увидев шикарную машину, то есть приятную мысль. Ты можешь попасть под ее влияние, и в итоге она унесет тебя за собой. Или наоборот, ты можешь увидеть старую колымагу, то есть плохую мысль, и попытаться остановить ее, выбежав на дорогу. И в обоих случаях ты можешь осознать, что происходит, и у тебя появится шанс вернуться на свое место на обочине. И со временем, тебе уже не будет хотеться бросаться за машиной или на дорогу. А искусство просто сидеть и смотреть, тебе будет даваться все легче. То есть твои мысли будут жить сами по себе. Это и есть процесс медитации, то есть процесс отказа от контроля. И с каждым разом машин на трассе будет все меньше, расстояние между ними шире, а интервал гораздо значительнее. А временами дорога и вовсе станет пустой. Вторая техника – дикая лошадь. Если ты посмотришь, как ловят диких лошадей, то увидишь, что после того, как их поймали, их невозможно против воли удержать на месте, так как они привыкли к свободе. Когда ты садишься медитировать, твое сознание похоже на дикого коня, и чтобы справиться с ним, не стоит торопиться. Дай мыслям время улечься, пусть твое сознание расслабится. Постарайся подойти к своему сознанию, как к дикому коню. Например, представь, что ты стоишь на равнине и держишь в руках длинную веревку, но не натягиваешь ее, оставляя коню полную свободу движений. Он не должен ощущать себя на привязи, а затем на сантиметр подтяни ее. Жеребец не почувствует разницы. И продолжай действовать так же, понемногу подводя его ближе. Также следует общаться и с собственным сознанием. Когда ты садишься медитировать и чувствуешь, что тонешь в размышлениях, не торопись, не пресекай их. Действуй осторожно, оставляя мыслям достаточно простора. Дай своему дикому коню самому прийти к месту отдыха, где он будет стоять смирно. Иногда он может сбрыкнуть, то есть опять могут появиться какие-то мысли. Это нормально, просто слегка ослабь, привесь и аккуратно повтори все сначала. Чуть позднее этот метод будет более понятней. Глава 3. Практика. Любая медитация состоит из концентрации, которая призвана успокоить, и осознанности, связанной с проникновением в суть вещей. Некоторые техники могут быть основаны на одной из этих двух составляющих. Другие охватывают обе. Медитация похожа на то, когда мы заняты каким-то делом, который доставляет нам удовольствие, и полностью отдаемся ему. В этом случае поток наших мыслей успокаивается и на наш разум снисходит покой. Поэтому для начала мы должны дать разуму нечто, на чем он может сосредоточиться. Это называется объектом медитации. Объекты бывают внешними и внутренними. Внешним объектом может стать абсолютно любой предмет или звук, монотонное повторение определенного слова или несколько слов нараспев. Такие фразы называют мантрами. Если проговаривать их про себя, они могут стать внутренними объектами. К внутренним можно отнести дыхание, физические ощущения или мысленную визуализацию определенных образов. Самый частый объект – это дыхание, так как оно всегда с тобой, и никто не заметит, когда ты будешь на нем сфокусирован. А чтобы получить от медитирования максимальную пользу, тебе следует добавить в процесс второй компонент – ясность. С его помощью ты раскроешь причину, мучающую у тебя напряжение, и поймешь, почему в некоторых ситуациях ты испытываешь определенные чувства. Чтобы было понятней, что такое ясность, представь, что ты сидишь на берегу тихого прозрачного пруда. Его чистота позволяет разглядеть все, что находится на дне. А сейчас представь, что ты бросаешь в него маленькие камушки. Ты заметишь, что от каждого твоего броска на поверхности появляется рябь, которая успокаивается не сразу. Теперь представь, что ты начал бросать камни один за другим, сбаламутив весь пруд. От этого невозможно будет увидеть, что происходит на его дне. Так же и у нас. Каждая новая мысль, словно камушек, брошенный в пруд, поднимает волны. И мы настолько свыклись с постоянной рябью, что уже не помним, как выглядят совершенно спокойные воды. И когда мы пытаемся упорядочить свое сознание или сфокусироваться на мыслях, чтобы затем отбросить их, то еще больше баламутим пруд. Такое состояние сознания рождает в нас чувство беспокойства, когда мы, садясь медитировать, обнаруживаем, что никак не можем расслабиться. Таким образом, пока мы не обеспечим мозгу покой, мы не сможем достигнуть ясности мышления. Например, автору, когда он был монахом, насмешливым тоном сказали стричь газон размером с футбольное поле простыми ножницами, хотя для этого рядом лежала газонокосилка. И постригать надо было ровно, максимально опуская голову к земле. Его всего заполонил гнев, и он настолько погрузился в гневные мысли, то есть в рябь на поверхности сознания, что не смог осознать происходящего. Не обладая ясностью сознания, он был не в силах осознать, что его эмоции – это продукт его собственного сознания. Но через какое-то время он это понял. Спусковым крючком для него стал тон и манера обращения к нему другого монаха, и в этом он, конечно же, не прав. Но все, что происходило с ним после разговора, стало плодами его усилий. То есть, сосредотачиваясь на боли в спине, он сам тщательно раздувал в себе обиду и злость, вместо того, чтобы утихомирить ее. Но затем он понял, что он сам согласился прийти и тренироваться здесь и мог уйти в любое время, как и любой человек со своей работы. Поэтому он перестал фокусироваться на собственных мыслях и не старался их отбросить. Он просто перестал обращать на них внимание и сконцентрировался на работе. И чем меньше он обращал внимания на свои мысли, тем дальше отступала ярость. Рябь на пруду успокаивалась. И в какой-то момент ему это даже понравилось. Это успокаивало его так же, как и медитирование. Когда гнев утих, он смог разобраться в том, что творилось у него на душе и увидел мир по-иному, что еще больше успокоило его разум. То есть, он осознал, что был зол и был недоволен собой из-за того, что его сумели так просто вывести из себя. А вскоре он и вовсе смеялся над собой, размышляя над тем, что бы сказали его друзья, увидев его здесь. Узнав все это, ты наверняка не сразу сможешь упорядочить свое сознание, так как старые привычки так укоренились в тебе, что ты снова и снова будешь совершать ошибки. Представь, что ты в течение 20 лет ходишь по одной и той же дороге на работу. И однажды рабочие могут перекопать эту дорогу, и образуется большая яма. Но ты так привык к хорошей дороге, что каждый раз будешь падать в эту яму. Как ты понял, яма – это старая привычка. И какое-то время, практикуясь медитацией, ты станешь замечать эту яму все раньше и раньше, а затем научишься обходить ее. Это и значит научиться управлять собственным сознанием. При этом не стоит торопить себя, иначе если ты будешь чересчур стараться, тебя будет одолевать беспокойство, нетерпение и разочарование. Подумай сам, как можно добиться чувства покоя и комфорта в данный конкретный момент, когда твой рассудок торопится прибыть в некое место и время в будущем. Техника десятка. Сперва подготовься. Во-первых, найди место, где ты сможешь удобно сидеть, выпрямив спину. При этом за 5-10 минут до занятия начинай снижать темп своей деятельности, чтобы твой разум успокоился. Заниматься медитацией лучше всего сидя. И как научишься, можно попробовать лежа на твердой поверхности, протянув руки вдоль туловища и вытянув ноги. Под колени можно положить подушку, это снимет напряжение с поясницы. Во-вторых, убедись, что во время медитации тебя ничто не будет отвлекать. В-третьих, включи таймер на 10 минут. Затем начинай наблюдать за собой. Во-первых, с открытыми глазами сделай 5 глубоких вдохов. Втягивая воздух, почувствуй, как он расширяет грудную клетку. Выдыхай при этом медленно, представляя, что вместе с выдохом тебя покидает напряжение и стресс. Медленно прикрой глаза и начинай дышать естественно. Во-вторых, сфокусируйся на физических ощущениях, которые испытывает твое тело на стуле и ноги на полу. Обрати внимание, как ты сидишь, как лежат твои руки и так далее. В это время у тебя наверняка будет всплывать множество мыслей. Это нормально, не стоит избавляться от них. Наблюдай за ними со стороны. Вспомни про машины. В-третьих, почувствуй, какие части твоего организма чувствуют себя удобно и расслабленно, а в каких ощущается дискомфорт и напряжение. Просканируй подобным образом весь организм, от макушки до кончиков пальцев ног. Но не зацикливайся ни на каких участках, исследуй каждую часть тела. Когда вдруг поймешь, что отвлекся, аккуратно вновь переключи внимание на ощущение собственного тела в том месте, на котором остановился. В-четвертых, осознай, как ты себя чувствуешь и какое настроение у тебя в настоящий момент. Затем припомни, какие проблемы тебя волнуют на данном этапе жизни. Возможно, ты переживаешь за какой-то результат или злишься на кого-то, так как эти эмоции будут постоянно всплывать в ходе упражнения. И понимая это, ты с самого начала установишь рамки, которые позволят этим мыслям появляться в твоем сознании и вновь исчезать, не затягивая тебя в свой водоворот. Благодаря всему этому, ты фокусируешь разум и тело на настоящем моменте, потому что обычно они занимаются разными делами. Например, мы можем идти домой, но разумом уже быть там, размышляя, что мы сейчас приготовим и какой сериал посмотрим. За наблюдением за собой выдели 5 минут. Это очень важная часть. Вспомни про украшение дикой лошади. Сперва ты должен дать ей свободу и только затем постепенно подвести к месту отдыха. И если у тебя всего 5 минут свободного времени, то выполни только это упражнение. После этого начинай сосредотачиваться. Во-первых, определи, в какой части тела вдохи и выдохи ощущаются наиболее отчетливо. Это может быть живот, грудь или даже плечи. Во-вторых, начинай следить за ритмом дыхания в этой части тела. Замечай, долгие или короткие вдохи и выдохи ты делаешь. Дышишь глубоко или поверхностно? Потрать на первые 2 пункта 1 минуту. В-третьих, посчитай вдохи и выдохи, продолжая при этом фокусироваться на возникающих во время дыхания ощущениях. Счет 1 должен соответствовать вдоху, 2 – выдоху и т.д. Пока не сосчитаешь до 10. Здесь твой мозг уже на пятом вдохе может либо переключиться на какие-то более интересные темы, либо ты досчитаешь до 65 и поймешь, что надо было остановиться на цифре 10. Сперва тебе будет трудно доходить до 10 из заблуждающих мыслей, но каждый раз возвращай свои мысли обратно к дыханию и либо продолжай, если ты помнишь, где остановился, либо начинай заново. В-четвертых, повторяй этот цикл до окончания времени. После этого можно заканчивать. Во-первых, примерно на 20 секунд расслабься. Пусть сознание работает, как само того пожелает. Не фокусируйся ни на дыхании, ни на счете. И неважно, будет ли сознание занято мыслями или останется спокойным. Не контролируй его. И в любом случае ты заметишь, что мыслей в голове будет меньше, чем в начале. Это происходит, потому что лошадь более спокойна. Во-вторых, вновь вернись мыслями к физическим ощущениям тела на стуле и ног на полу. Подключай запахи и звуки. В-третьих, не торопясь, открой глаза и когда будешь готов, встань. На этом все. Если ты не можешь сконцентрироваться на своем дыхании, то применяй это ко всем делам, которыми ты занимаешься каждый день. Например, к чистке зубов или подготовке к работе. И полностью осознай все происходящее при этом. Например, во время чистки зубов сосредоточь внимание на ощущение щетки во рту, вкусе и запахе зубной пасты и звуках, издаваемых щеткой. И когда твои мысли будут уплывать куда-то, аккуратно верни свое внимание к этим физическим ощущениям. Также ты можешь обратить внимание на температуру и вкус воды, наполняющий рот, материал экрана и так далее. И со временем ты будешь все меньше отвлекаться на посторонние идеи. А если и будешь, то легко вернешься к тому, над чем ты работал в настоящий момент. Помни, вовлеченность означает полное сознание текущего момента, понимание того, где ты и что делаешь. Фокусируясь на чем-то одном, твой разум почувствует себя спокойнее, а ты начнешь понимать, как и почему ты мыслишь. Глава 4. Интеграция. Существуют техники медитирования не только сидя, но и стоя, на ходу и даже лежа. То есть в течение всего дня мы находимся в одном из этих положений. И можем научиться оставаться вовлеченными в текущий момент в каждом из них. Но важнее всего научиться медитировать сидя. Автор медитировал 18 часов в день. 9 часов стоя и на ходу, и 9 часов сидя. А лежа он это делал, чтобы побыстрее заснуть. Но даже во сне есть возможность сохранять осознанность. И проснувшись, он мог сказать на вдохе или на выдохе он это сделал. И со временем он в такой степени осознал свое тело, что возвращаясь домой, будучи полностью вовлеченным в процесс ходьбы, он не ощущал присутствия ни единой мысли. И он мог полностью отдаваться какому-то делу, не отвлекаясь ни на что другое. А как мы знаем, когда нет мыслей, то нет и стресса. Поэтому также, когда ты куда-то идешь, фокусируйся на настоящем моменте. И вскоре ты обнаружишь, что ходя по одной и той же улице всю жизнь, ты по-настоящему увидишь ее только сейчас. Обратишь внимание, в какие цвета раскрашены стены домов. Ощутишь запах цветов и услышишь пение птиц. И поймешь, что до этого момента ты был где-то в другом месте, погрязнув в своих мыслях, но не здесь. Нарисуй на листе бумаги в разных краях две точки и попробуй соединить их одной линией. Наверняка у тебя получится неровная линия. То же самое у тебя будет происходить, если ты будешь учиться осознанности один раз в день. Твое состояние между упражнениями будет нестабильным. Но если мы разобьем это расстояние на несколько промежутков, то тебе будет намного проще. То есть используй осознанность в течение всего дня. Для этого полностью отдавайся каждому делу, не размышляя о том, что ты будешь делать вечером, мечтая о чем-то или где бы ты хотел оказаться. Ты должен думать лишь о том, чем занят в настоящий момент. Таким образом, проснувшись утром и осознав, что предстоит трудный путь, ты можешь впасть в депрессию. Тебе же нужно осознать, как ты отреагировал на открывшуюся тебе истину, наблюдая за тем, как возникают и исчезают эмоции, вызванные этим сознанием, но не поддаваясь им и не погружаясь ни в одну из мыслей. Или споткнувшись о кота, не стоит материться. Лучше убедись, все ли в порядке с животным. Подумай о здоровье твоего кота, а не о своем собственном раздражении, раздувая его. И таким образом проведите весь день. То есть осознавай свои негативные чувства, но не поддавайся им. Обычно, когда человек ест, он по-настоящему ощущает вкус еды только до второй ложки, чтобы убедиться, что это действительно то, что он хотел. Дальше он ест бессознательно. Поэтому мы обычно можем есть, читая ленту новостей или смотря сериал. Если ты будешь есть осознанно все время, вспомни про чистку зубов, то во-первых, ты поймешь, что тебе хватит намного меньше еды, чтобы насытиться. А во-вторых, твои предпочтения могут измениться. Например, если раньше тебе нравились бургеры, то теперь они будут казаться тебе не столь привлекательными, и тебе захочется попробовать более изысканные вкусы. В монастыре на прием пищи уделялся целый час. Это давало возможность монахам во всех подробностях изучить, как работает наше сознание. Сперва они наблюдали, как выглядит еда, какой у нее запах, цвет или плотность, как они подносят ложку к рту, как они прожевывают каждый кусочек пищи и как они глотают ее, а затем, какие чувства они испытывают при этом. Делай точно так же. Через какое-то время, наверняка ты захочешь побыстрее закончить с едой. Сдерживай себя, фиксируя при этом всплывающие в твоем сознании мысли. Благодаря всему этому, ты будешь более осознанно относиться к еде и не будешь есть что-то, просто потому что есть что-то пожевать, даже если ты не голоден. Например, мы можем съесть пачку чипсов перед телевизором, не замечая этого. Поэтому ешь осознанно, ни на что не отвлекаясь. Также бывает так, что идя куда-то или едя на машине, мы не замечаем, как оказываемся на месте, потому что были погружены в свои мысли. Чтобы научиться осознанности, найди тихую улицу или парк. Передвигайся, как обычно, но при этом замедлив свой темп. Осознавай при этом, что ты чувствуешь в данный момент. Тяжесть, напряжение или расслабленность. В процессе обращай внимание на окружение, например, на людей и во что они одеты, машины, на их цвета и формы, или деревья. Замечайте присутствие всего рядом с вами. Затем, обратите внимание на звуки. Не погружайся в размышления об источниках звуков, просто осознай их. Пусть они появляются в зоне твоего внимания и также просто исчезают. Затем, подобным образом, обрати внимание на запахи. И, наконец, сфокусируйся на собственных физических ощущениях. Например, ты можешь чувствовать тепло от солнечных лучей или холодные капли дождя. Осознай все эти ощущения, но не размышляй о них, просто наблюдай за ними. Надеюсь, ты еще помнишь о примере с машинами. И постоянно возвращай свое внимание, если твои мысли где-то далеко. Когда ты ложишься спать, наверняка на тебя наваливается куча разнообразных мыслей. Это происходит, потому что в течение дня ты постоянно отвлекаешься на что-то и только ночью остаешься самим собой. И чем сильнее ты попытаешься угомонить их, тем назойливее они будут. В итоге, ты будешь злиться из-за собственной неспособности контролировать поток мыслей. В этом случае, во-первых, избавься от привычки сопротивляться потоку мыслей. А во-вторых, воспользуйся техникой, которая чем-то похожа на десятку. В первом случае, отпусти воображаемое лассо и дай разуму свободу. Просто наблюдай за мыслями, не бросаясь за ними. Вскоре твое сознание угомонится, а тело расслабится. А затем примени следующее упражнение, которое займет от 15 до 20 минут. Если уснешь раньше, хорошо. На первом этапе сделай 5 глубоких вдохов и после этого начни самонаблюдение, как в упражнении десятка. Спешка при этом ни к чему не приведет, не жалей на это времени. На втором этапе вспомни все, что произошло с тобой в течение дня, при этом не погружаясь ни в какую мысль. Тебе нужно вместить все произошедшее максимум в 3 минуты. Например, ты включил свет, встал, почистил зубы и так далее. Не нужно вспоминать все в мельчайших деталях, делай это образно. На третьем этапе начинай постепенно расслаблять каждую часть тела, начиная с каждого пальца на ноге. Представь, как будто ты выключаешь эту часть тела и она расслабляется. И когда дойдешь до лба, дай волю своему сознанию, пусть она свободно переходит от одной мысли к другой до тех пор, пока ты не заснешь. Глава пятая. Практические аспекты. Это дополнительные советы, которые тебе помогут. Во-первых, занимайся медитацией регулярно, только так ты чего-то добьешься. Не воспринимай это как работу, а просто как способ расслабиться. И даже если у тебя ничего не выходит, продолжай. Главное, не пропускай ни дня. Во-вторых, наш повседневный образ жизни может сказаться на результате. Поэтому, ты можешь начать питаться более правильно. Или перед медитацией сделать небольшую разминку. В-третьих, найди самое тихое место, где тебя ничто не сможет побеспокоить. Или подстройся под такое время, когда дети лягут спать. В-четвертых, желательно, чтобы вокруг вас было хотя бы немного свободного пространства. В-пятых, одежда должна позволить вам дышать свободно. Поэтому перед упражнением ослабьте ремень или галстук. В-шестых, если вы хотите заниматься медитацией профессионально, научитесь сидеть в позе лотоса. Если нет, то выберите твердую поверхность, например, стул с прямой спинкой. Сидите прямо, но не напрягайтесь. Постарайтесь не опираться спиной на спинку стула, лучше устремляйтесь немного вперед. Ноги не скрещивайте. Руки положите на колени, чтобы ладони и локти опирались на ноги. Голову держите прямо. В-седьмых, не медитируйте после еды. Наилучшим временем для медитации будет утро, сразу после пробуждения. В это время обычно спокойнее всего, а медитация прогонит ваш сон окончательно и даст вам ощущение свежести. Встаньте всего на 10 минут раньше. В-восьмых, установите на таймере спокойную мелодию, которая отличается от той, под которую вы ежедневно просыпаетесь. И в-девятых, записывайте все ваши впечатления в дневник, что у вас получилось, что наоборот еще плохо выходит и так далее. Так вам будет легче скорректировать себя в дальнейшем. На этом книга подходит к концу. Подписывайся на канал, ставь лайк, нажимай на колокольчик и оставляй в комментариях свое мнение о данной книге. Пока!